Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по Scratch. И на этом уроке мы с вами сделаем классную игру, в которой надо будет управлять космическим кораблем, чтобы он пролетал скалы. Очень классная игра. Она немножко похожа на игру Flappy Bird. Давайте мы с вами сделаем эту игру. Если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Смотрите, здесь у меня открыт уже Scratch. Как вы помните, экран Scratch стоит из трех областей. Первая левая область – это та область, в которой лежит весь тот код, который вы используете для вашего героя, который подсвечен вот здесь в средней области, в верхнем уголке. Сам же герой выбирается вот здесь вот справа внизу. И, конечно, именно вот в этом квадратике справа вверху он выполняет все ваши действия. Итак, мы с вами решили сделать классную игрушку космическую, в которой можно будет управлять космическим кораблем. Первое, что мы с вами сделаем, давайте мы с вами воспользуемся кодом, который мы с вами сделали на прошлом уроке, а именно движущийся фон. Мы с вами здесь откроем этот файл с движущимся фоном для того, чтобы сразу поверх него делать нашу классную с вами игру. Берем файл, загрузить с компьютером и выбираем с вами файл только движущийся фон. Ссылка на этот файл будет дана в описании к видео. Нажимаем открыть. Так, отлично. Смотрите, у меня загрузился вот этот проект, в котором всего два спрайта для нашего фона. Спрайты одинаковые, и код в этих спрайтах абсолютно одинаковый. Отличается только одним значением. Задать их с фона, вот здесь, смотрите, 480, а здесь задать их с фона значение 0. Весь код для них одинаковый. Ну и, конечно, если картинку поменять, вот эту на другую, то у вас будет, конечно, другой фон игры. Этим мы с вами сейчас и займемся. Так как у нас с вами космос, то мы с вами должны взять картинку из интернета в которой будет звездное небо и, конечно, какие-нибудь планеты. Давайте с вами откроем Яндекс. Так, Яндекс открылся. Теперь мы с вами давайте перейдем на поиск и напишем с вами космос фон вектор смотрим, что он нам предложит. Смотрите, классные картинки. Как раз такие, которые нам с вами и нужны. Так, хорошо. Давайте мы с вами выберем какой-нибудь фон. Давайте выберем какой-нибудь фон, который, возможно, сможет повторяться. Например, вот этот. То есть, мы практически не будем замечать, что граница фона изменится. Либо вот этот возьмем фон, либо более яркий. Какой-нибудь вот такой вот. Предположим. Ну, здесь граница будет немножко видна. Давайте напишем слово повторяющийся. Так. Космос. Давайте фон. Звезды. Так. Давайте посмотрим вот такой фон. И давайте попробуем его использовать. Вдруг он нам с вами подойдет. И он все-таки будет повторяющимся. Давайте файл сохранить изображение как. Давайте сделаем новую папку. Игра. Космические стрелялки. И сохраним в эту папку этот фон. Давайте выберем еще какой-нибудь другой фон. Чтобы у нас было два хотя бы с вами варианта. Чтобы можно было от чего-то отталкиваться. Выберем еще какой-нибудь фон. Например, с такими звездами. Смотрим. Вот у этой звезды справа слева повторяется. Нет, не повторяется. Поэтому такая не подойдет. Так. Вот это. Смотрим. Это линия. С этой. И это. Это повторяется. Давайте возьмем вот этот фон. Тоже его сохраним. Сохранить изображение как. И сохраним в эту же папку. Вот у нас с вами уже два повторяющихся фона. Так. И возьмем третий. Вот этот вот. Смотрим. Вот эта звезда. Будет повторяться здесь с правой стороны. Не будет яркостью. Видите? Не повторяется. То есть это не повторяющийся фон. Для того, чтобы понять фон повторяется или нет. Слева и справа объект должен иметь свое продолжение. Тогда этот фон будет повторяющийся. Так. Хорошо. У нас с вами уже достаточно картинок. Давайте мы с вами теперь вернемся к нашей игре. Конечно. Для того, чтобы добавить эту картинку. Берем костюмы. И с вами сюда мы добавим эту картинку. В левом нижнем углу выбираем загрузить костюм. Идем в эту игру. Игра космические стрелялки. И выбираем, например, вот этот фон. Дайте возьмем такой. Конечно, нам его нужно конвертировать в векторную графику. И растянуть за вот эти углы до границ. Чтобы он занял всю вот эту поверхность нашу. Так. Пробуем. Вот так сдвигаем. И... Здесь тоже надо немножко растянуть. Используем еще, кстати, клавиши стрелки вправо-влево. И вверх-вниз. Тогда вам это позволит. Этот фон. Растягивать так, как вам нужно. Так. Смотрим. И эту картинку фона мы можем взять вот так мышкой отсюда. И перенести на этот спрайт. На второй. И в нем тоже сделать активным. Теперь у нас с вами, вот по этой линии, по правой, фон объединился. Отлично. Теперь возвращаемся в нашу игру. Первое, что мы с вами должны сделать, это, конечно, добавить сюда космический корабль. Опять нам нужно вернуться в Яндекс и найти картинку классного космического корабля. Давайте так и сделаем. Возвращаемся в Яндекс. И пишем. Смотрите. Космический корабль. ПНГ. Прозрачный фон. И давайте возьмем белый. Почему? Потому что он должен быть светлый. Чтобы мы могли его на экране хорошо различать. Так. Вот он, космический корабль. Такой космический корабль. Такой. Давайте выберем какой-то более натуральный. Энергия. С СССР. Смотрите, какой классный корабль. Но фон не стал такими квадратиками. Давайте выберем там, где он встанет. Так. Давайте просто будем использовать космический корабль. ПНГ-вектор. Смотрим. Вот есть корабль. Давайте нажмем на него. Он довольно большой. И можно его попробовать сохранить. Давайте с вами сохраним изображение как. Это JPEG. Давайте попробуем открыть файл в новом окошке. И взять сохранить изображение как. Смотрим. ПНГ. Сохраняем этот векторный корабль в игру космические стрелялки. Берем сохранить. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Вдруг мы что-нибудь еще найдем интересное. Например, с огнем. И давайте добавим огонь. Предположим. Может быть он сможет распознать. И распознал. Смотрите. Есть картинки, в которых есть огонь. Например, такая. Давайте вот это возьмем. Правая кнопка сохранить изображение как. И тоже сохраним ее сюда. Смотрите. Как HTML. То есть нам нужно открыть эту картинку. Потом взять сохранить изображение как. И теперь PNG сохранить в эту папочку. Берем сохранить. Так. И третий кораблик. Давайте выберем. Вот этот вот. О. Смотрите. Давайте возьмем вот это попробуем. Правой кнопкой сохранить изображение как. JPEG. Берем кнопку открыть. Фон стал темным. Берем файл сохранить изображение как. Сохраняем как PNG. Все. Мы с вами выбрали три картинки. Теперь можем вернуться в нашу игру. И добавить сюда новый спрайт для нашего космического корабля. Берем с вами загрузить спрайт. И загружаем любой из этих первых спрайт. Например, вот этот. Берем открыть. У нас с вами появился космический корабль. Вот он он. Конечно, он очень большой. И костюм у него, видите, под углом. Для того, чтобы его повернуть, мы берем с вами, конвертируем его в векторную графику. И сам костюм начнем с вами вращать. Убавить немножко его размер. Выставить центр по центру. Вот так вот. И давайте мы с вами нажмем вот сюда. И повернем его ровно на 45 градусов. Вы удерживая кнопку shift. Теперь он у нас с вами стал ровно. Сделаем его побольше размером. Удерживая control. И отцентруем по вот этой картинке. Все. Он ровно в центре стал. Теперь, конечно, установим ему размер, например, 50. Вот такой у нас с вами получился космический корабль. Ну, в принципе, интересно. Ну, давайте посмотрим другой спрайт. В левой стороне берем загрузить костюм. И выбирая, например, вот этот спрайт. Берем открыть. Так, вот он этот спрайт. Давайте мы тоже его конвертируем в векторную графику. И таким же образом, удерживая shift, повернем ровно в правую сторону. Когда повернули, давайте мы его также отцентрируем с помощью вот этих совпадений центров. И у нас есть такая картинка. Такая, мне кажется, выглядит намного лучше, чем вот эта. Пока на ней остановимся. Давайте добавим третью картинку. Берем с левой стороны загрузить костюм. Выбираем третью картинку, вот эту. Берем открыть. Также конвертируем в векторную графику. И также поворачиваем, удерживая shift. Вот, смотрите, он ровно повернулся направо. Выбираем его и центрируем относительно центра. Смотрите, в принципе, ракета интересная, но у нее вот этот хвост, видите, да, он темный, поэтому не виден. Если бы мы его с вами, предположим, здесь отредактировали и сделали, например, белым цветом. Берем заливку. Выбираем цвет. Предположим, давайте возьмем белый. Вот так вот. Для этого нам нужно с вами конвертируется в ростовую графику и залить это крыло. Вот так вот и вот так вот. Так. Конвертируемся назад в векторную графику. Получили с вами такой корабль. И теперь давайте сделаем выбор. Такой корабль, такой или такой. Ну, я беру такой. Мне кажется, он более качественный. Поэтому вот эти костюмы следующие мы с вами не рассматриваем. Только вот этот. Так. Теперь мы с вами готовы приступить к созданию игры. Первое, что мы с вами сделаем, это, конечно, сделаем, чтобы наш фон начал двигаться. Для этого, как мы помним, в наших вот этих двух спрайтах используется одна и та же переменная, а именно скорость фона, которая определяет направление движения фона. Давайте возьмем космический корабль. Берем событие, когда нажат фажок. Что мы делаем? Мы задаем значение этой глобальной переменной. Берем переменные и берем задать скорость фона. Конечно, давайте зададим сначала значение, например, 10, чтобы посмотреть, куда движется наш фон. Стоп. Старт. Так, фон пошел в эту сторону. Нам нужно минус 10, чтобы он шел на нас. Старт. Так, фон пошел на нас. Стоп. Еще раз. Смотрим. Вот здесь вот, смотрите, у нас с вами сдвинулась граница фона. Давайте мы с вами вернемся в спрайт, костюмы, и посмотрим, где у нас с вами костюм не дотянулся. Так, берем наш фон и давайте его отцентрируем вот так по центру. И здесь тоже этот фон отцентрируем по центру. Так, теперь мы можем с вами уменьшить масштаб. И вот за эти правые линии его немножко растянуть. И влево, и вправо. То же самое для этого спрайта. Вправо и влево. Так, запустим еще раз и смотрим. Вот здесь нам не хватает немножко фона. Значит, мы должны его растянуть побольше сюда и отцентровать. Смотрим. И то же самое сделать в левую сторону. Немножко сюда и отцентровать. И этот спрайт мы должны перенести на второй спрайт. Вот сюда. Этот старый удаляем. Один остается. Давайте проверим еще раз. Так, наш фон теперь идет без изменений. Но скорость слишком большая. Давайте мы с вами зададим скорость фона. Все-таки минус 5. Чтобы было красивее. Запускаем. Даже минус. Давайте сделаем 2. Отлично. Теперь у нас с вами космический корабль летит в космосе. Хорошо. Теперь давайте сделаем управление нашим кораблем. Для этого мы с вами будем отслеживать нажатие клавиш. Клавиши вверх и вниз. То есть он будет у нас с вами идти вверх, либо идти вниз. Берем. Повторять всегда. Почему? Потому что мы всегда будем отслеживать эти клавиши. Бросаем сюда. И конечно, если то. В этом если мы будем проверять из сенсоров нажатые клавиши, например, вниз. Берем с вами сенсоры. Если клавиша пробел нажата, но в данном случае не пробел, берем, а стрелка вниз. Что мы должны с вами сделать? Ну конечно, поменять значение Y. Это вертикальный координат у этого корабля. На минус, например, 5. И тогда у нас он сдвинется вниз. То же самое мы с вами делаем для стрелки вверх. Берем дублировать. Вставляем этот блок, если еще раз. И если стрелка вверх нажата, то берем изменить Y на 5. Давайте перезапустим нашу программу и нажмем на стрелки. Смотрите, наш космический корабль теперь начал двигаться вверх и вниз. У нас с вами получилась уже почти игрушка. Фон движется, наш корабль движется. Конечно, если вы хотите, чтобы при движении корабля, например, у вас огонь менялся на другой цвет, либо газ или увеличивался, вы должны тогда сделать это с помощью второго костюма, который будете менять в этом цикле, повторяясь всегда, например, на следующий костюм. И у вас огонь, например, сзади будет становиться то больше, то меньше. Мерцать. Так, хорошо. Теперь давайте мы с вами нарисуем сюда скалы, которые мы должны с вами проходить. Конечно, для этого мы с вами должны взять новый спрайт создать, чтобы эти скалы двигались по экрану. Опять возвращаемся в Яндекс и ищем скалы. Пишем скалы png-vector. Вот они они, скалы. Итак, давайте выберем какие-нибудь скалы. Мы, например, возьмем с вами вот этот кусок камня. Берем сохранить изображение как и сохраняем его сюда в игру. png, расширение png, для того, чтобы был задний прозрачный фон. Сохранили. Возвращаемся в нашу игру и давайте добавим новый спрайт. Берем загрузить спрайт и выбираем нашу скалу. Берем открыть. У нас с вами появилась такая скала на экране. Конечно, она слишком большая, но это мы сейчас поправим. Идем в костюмы. Первое, что мы с вами должны сделать, это сделать так, чтобы скала была сверху и снизу. Берем с вами, конвертируем это в векторную графику. Выбираем эту мышку и нашу скалу уже можем масштабировать. Например, вот так вот. Отлично. Давайте мы ее продублируем. Нажмем копировать, вставить. И разместим такую же вторую скалу сверху. Конечно, мы ее вот так вот, например, повернем. Отлично. У нас с вами теперь две скалы. Смотрите. Сверху и снизу. Которые должен прилететь наш космический корабль. Давайте мы немножко уменьшим их все-таки размер. Еще побольше. Вот так вот. И здесь тоже сверху тоже немножко поменяем размер. Так, первые две скалы мы с вами установили. Они стоят вот так вот, по центру вот этого центра. Ну, примерно по центру, понимаете, да? То есть мы вот так вот их сейчас отцентруем. И когда будем спускать ниже, держим клавишу shift. Так, и эту тоже центрируем. Вот так вот. И держим клавишу shift. Отлично. Вот такие скалы у нас с вами добавились на экран. Который должен пролетать наш космический корабль. Для того, чтобы наша игра была динамической, эти скалы должны двигаться ему навстречу. То есть они, например, должны идти с правой стороны в левую сторону. А когда дошли до левой стороны, например, костюм у этой скалы должен поменяться на следующее расположение скал. И тогда будет похоже, как будто он летит снова через новые скалы. Давайте с вами продублируем этот костюм. И поменяем эти скалы так, чтобы, например, они стали вот таким образом. Уже ему мешали по-другому. Вот так вот. Продублируем еще раз этот костюм. И сделаем наоборот. Или сделаем посложнее. Вот так вот, предположим, да? И он может уже пролететь сверху этих двух скал. Вот так вот. Можем продублировать еще раз. И сделать уже наоборот. Вот так вот, например, сделать. Отлично. Два варианта, где ему пролететь нашему космическому кораблю. Давайте его немножко уменьшим. Все-таки не 50, а сделаем 40 размер. Например, вот такой корабль уже пролезет между скал. Да? Отлично. И, конечно, для наших скал мы должны с вами сделать простой код. Для того, чтобы они начинали двигаться, во-первых, с правой стороны в левую сторону. Берем событие, когда нажат фажок. Конечно, мы должны первоначально их сдвинуть в правую сторону. То есть, перейти в x, y. Берем движение. Перейти в x, y. В данном случае у нас с вами x. Вот эта координата будет 240. А y 0. Давайте запустим и увидим. Вот здесь у нас появилась с вами первая скала. Нажмем стоп. Теперь, когда мы с вами играем, эта скала должна постоянно двигаться в левую сторону. Поэтому берем с вами управление повторять всегда. И, конечно, всегда она должна переходить в эту координату. Потом она должна плыть одну секунду в координату левую. Вот эту. В минус 240, а y 0. И даже не одну секунду. Например, давайте сделаем 2 секунды для теста. Потом она снова должна возвращаться в эту координату. Смотрите. Плывет сюда и возвращается сюда. Нажмем стоп. Конечно, когда она вернулась в эту координату, она должна сменить свой костюм. Берем следующий костюм и бросаем вот сюда. Почему? Потому что костюм должен меняться только тогда, когда скала у нас снова находится с правой стороны. И тогда у нас с вами происходит вот так вот. Такие скалы идут, такие, такие скалы идут. Вот такие. Нажмем стоп. Давайте в костюмах вот для этих двух скал немножко расширим путь вот так вот, чтобы было интересней. Ну, вдруг космический корабль захочет у нас пролететь именно вот в этой точке. Так. Хорошо. Вернемся в код. Для скал код готов. Да. Теперь мы можем с помощью нашего космического корабля пытаться пролететь эти скалы, попадая между ними. Конечно, нам нужно теперь сделать проверку, а вдруг мы коснулись этой скалы. Нажмем стоп. И вернемся на наш корабль. Берем управление. И берем ждать до. Вот этот пункт. Ждать до. Ждать до чего? Ждать до. Берем сенсоры. Касается не указателя мыши, а касается, например, нашей скалы. Такое вот странное название, видите, длинное. Мы можем вот здесь его поменять. Например, скала. И тогда это название уже будет выглядеть по-человечески. Давайте чуть уменьшим масштаб. То есть мы будем с вами ждать до касается скалы. И, конечно, оно должно, ожидание это, начаться тогда, когда нажат флажок. Что мы будем делать? Мы будем, например, в данном случае пока что из управления брать стоп. Все. Типа игра закончилась. Смотрите, запустились. Ушли ниже. Пролетели. Пытаемся пройти. Прошли. Прошли. А теперь, положим, коснулись. И наша игра с вами закончилась. Но все-таки было бы эффектнее показать, что мы, например, с вами здесь взорвались. Поэтому идем в Яндекс. И берем костюм с взрывом. Открываем Яндекс. Пишем взрыв. ПНГ вектор. И давайте возьмем какой-нибудь классный взрыв. Например, любой из этих подойдет. Можно взять такой, можно такой, а можно такой. Давайте возьмем вот такой. Так, проверяем. Задний белый фон не стал в квадрате, значит не подходит. Нам нужен прозрачный фон. Так, выбираем какой-нибудь бум. Так, смотрите. Фон встал в квадрате. Нажимаем правую кнопку сохранить изображение как. Расширение ПНГ. Нам это подходит. Берем сохранить. Теперь возвращаемся в нашу игру. Идем в наш спрайт и идем в костюмы. Давайте продублируем костюм. И первое, что мы с вами сделаем, конвертируем его в ростовую графику. И с помощью ластика вот так разрежем на эти части. Теперь выделяем эти части с помощью мышки. Вот так вот выделяем. И эти части оттаскиваем в разные стороны. Как будто он у нас с вами вот таким образом взорвался. Так. Оттаскиваем в разные стороны. Вот так вот. Ну, он у нас с вами разлетелся, правильно? Вот так вот. Наш корабль разлетелся. И, конечно, берем с левой стороны загрузить костюм. Выбираем наш взрыв. Берем открыть. Конвертируем его в векторную графику. Нажимаем на него. Берем копировать. Идем на наш вот этот костюм. Берем вставить. Меняем его размер этого бума поменьше. Выставляем по центру. И делаем чуть побольше. Смотрите. Теперь у нас с вами получается так, что как будто произошел бум, и наш корабль разлетелся на части. Лишний костюм вот этот давайте удалим. Хорошо. Запоминаем название вот этого костюма. Смотрите. 0,01, 0,02, тире, 2. Ну, хорошо. Возвращаемся в код. И берем перед стоп все. Из внешнего вида команду изменить костюм на. Конечно, выбираем этот костюм с цифркой двойкой на конце. И так как мы потом захотим нажать старт, а у нас будет костюм уже такой, мы должны добавить вот в этот код слева тоже изменить костюм на. и выбрать первый спрайт, который без двойки на конце. Теперь, когда мы с вами запустим, смотрите, и будем пролетать наши скалы, и заденем, то произойдет такой бум, и наш корабль с вами разлетится. В принципе, получилась классная игра. Конечно, сюда можно добавить будет жизни, добавить возможность стрелять по этим скалам для того, чтобы они разрушались. Но это, конечно, мы сможем сделать уже с вами в следующих играх. Поэтому следите за нашим каналом, подписывайтесь на него, ставьте лайки. И я вам выложу в следующих уроках, например, как создать жизнь для нашего корабля, или как сделать так, чтобы он смог стрелять по этим скалам, и они исчезали. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки, комментируйте, задайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.